Новый год начался на Кубани, экстремально отметил глава региона. Погода испытывала крайнопрочность, снегопадами и ливнями, морозами с отметкой до 30 градусов. Время праздников нам особо отдыхать не пришлось. Отметим партийские все территории края. В целом, с поставленными задачами, хочу отметить, края справился. Новый год мы вошли достаточно спокойно, без масштабных, чрезвычайных ситуаций, происшествий. Органы власти, правительные структуры, спасатели, службы, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего края, все отработали во время праздников согласованно и достаточно профессионально. Пик нагрузки пришелся в период с 6 по 10 января. Тогда пришлось подключать к краевой оперативный штаб и переводить экстренные службы в усиленный режим работы. Все, должен сказать, выстояли, хоть и практически работали круглосуточно. Система ЖКХ, тепло, летоснабжение по всему краю работали без особых злоев. Я рад, что уроки прошлого года, в том числе и испытания энергосистемы края ледяным, дождем не пришли в нас даром. Резервов во время праздников хватило практически всем территориям. Если где-то и возникли нештатные ситуации, то силами ремонтных бригад они устранялись в кратчайшие сроки в рабочем порядке. Обсудили тему серьезной аварии на теплотрассе в Анапе в ночь на 9 января. Причины аварии связаны с неправильной прокладкой трубопровода. Авария действительно техногенная, связана с неправильной прокладкой трубопровода. И этот трубопровод протяженностью более 4 километров при подготовке к работе в зимних условиях. 17 мая было прессован, было найдено 5 участков, где были утечки, были устранены. 24 мая опять прессовку прошел. Было отключено на котельной 130 домов. Первое переподключение по 82 домам при повторном запуске третьей котельной. И было переподключение 37 домов с этой линии на другую, на котельную номер 2. И осталось 11 домов. Жильцам на время устранения аварии предложили помощь. Были оборудованы теплые помещения в двух школах, организовано горячее питание, подготовленный автобус для доставки людей к социальным объектам. Штаб оперативный отработал так, что не было нареканий ни со стороны населения. Мы обошли практически все квартиры. Были подготовлены два помещения в 4 и в 6 школе у нас. Но люди отказались. Одна семья, одна женщина и двое детей изъявили желание, и мы их поселили там, в тех помещениях, которые подготовили. Остальные люди отказались от переселения. Хорошо. Это была хорошая практика, и все должны взять за основу. Потому что это может произойти везде. С учетом износа, мы прекрасно понимаем, что нам есть еще зачем работать не один год, чтобы все привести в хотя бы нормативное состояние. Работы по ликвидации аварии были усложнены. Специалисты искали место утечки. Линия была проложена под проезжей частью. Пришлось нанимать работников частной организации из Краснодара, чтобы найти точное место повреждения. Мы в самое ближайшее время приобретем оборудование. Я убедился, что оно нужно. У электриков оно есть, это оборудование, для поиска пробития кабельных линий подземных. А вот у тепловиков, к сожалению, этого оборудования не было. В будущем мы таких аварий не допустим. Благодаря специальной технике в дальнейшем сроки поиска мест аварий будут сокращены, а значит и ликвидация последствий будет занимать значительно меньшее время.